Новое видео выходит каждый день в 20.00 Я просто, блядь, как, я, ну, я не забыл, ну, блядь, да, я забыл Перед началом данного видеоролика я бы сразу хотел извиниться за то, если вы заметите какие-то изменения в моем голосе, там, в целом, в подаче видеоролика, потому что началась осень, я к ней был, так сказать, немного не готов, видимо, не подготовлен абсолютно точно И, знаете ли, я заболел, не то, чтобы заболел, а вот прям приболел, у меня очень сильно болит горло, мне с большим трудом удается выговаривать какие-то буквы, формировать слова, выстраивать предложения и все такое Но это все равно будет лучше, чем у Ярослава Брулева, я все равно никого не буду кидать на рекламу, как, допустим, Тофиг Дипсайз Об этом сейчас и пойдет вот вся вот эта вот речь, вы знаете, вообще сегодня пополам должен был выйти абсолютно другой видеоролик, я уже приступил за монтаж этого самого видеоролика Но потом тут я зашел вот в Рукстар Бомбит, увидел там новость о том, что Тофиг Дипсайз кого-то в очередной раз кинул на рекламу То есть это было уже неоднократно, он и до этого кидал там виртуального бродягу на рекламу Это, если что, ютуберы, я не помню, сколько у него подписчиков, но, по-моему, больше 20 тысяч, это не имеет особого значения То есть точно так же кинул на рекламу и вообще Тофиг Дипсайз, он достаточно часто кидал кого-то на рекламу Я думаю, в том же блэклисте блогеров GTA Самп Ютуба вы, я думаю, сможете найти нечто подобное там с участием Тофига Дипсайза и вот всех остальных людей Вообще, давайте начнем, знаете ли, так по порядку изначально, вот с самого начала истории Тофиг Дипсайз не любит, когда про него говорят что-то плохое И вы можете сказать, ну ладно, не любит и не любит Кому вообще понравится, когда вас поливают каким-то говном, какими-то фекалиями вас там хотят заболить Вот этот вот кибербуллинг и все такое Кому это может понравиться, когда вас там оскорбляют или делают что-то подобное Однако Тофига Дипсайза во всех случаях вот его каких-то, знаете ли, роликов на него Это все было более чем правильно, более чем правдиво и более чем заслужено То есть он заслужил вот такие вот видеоролики Если вы не верите, что Тофиг Дипсайз отсматривает каждый вот ролик с ним или почти что каждый То сможете зайти там на мой самп-обзор сезон первый, посвященный Тофигу Дипсайзу Это один из самых больших самп-обзоров по хронометражу Что-то около там 40 минут он идет Советую посмотреть, очень годный обзор, прям очень классный И вообще вот многое-многое другое Этот обзор собрал большое количество дизлайков И ладно бы, они были заслужены Но если вы зайдете в комментарии под вот этим вот видеороликом Вы сможете понять, что комментарии либо полностью положительные, либо нейтральные Чьих комментариев меньше Либо они негативные, но написаны с таких аккаунтов Что просто, блядь, пиздец Что, блядь, там какая-нибудь Наталья Павловна К ней, блядь, заходишь там У нее на канале видеоролики о том, как выращивать петуни, блядь, в домашних условиях Или там еще какие-нибудь цветы Или, блядь, как выращивать лилии Там какая-то такая хуйня А пишется она что-то по типу Блядь, ебать ты, пидорас, нахуй на Тофика Полез тебе, пизда И так далее, то есть комментарии, они явно написаны самим Тофиком Дипсайзом под копирку И, чтобы вы понимали, я не удалял абсолютно никакой комментарии Из тех, что вот были накручены как раз-таки Тофиком Дипсайзом Можете зайти, почитать, вот просто посмеяться над тем Как смешно составлены предложения Вот прям видно, что за грамматическими ошибками Тофика Дипсайза И причем на видеоролик были заказаны дизлайки Да не простые дизлайки, а дизлайки, которые самовозобновляются То есть, когда их Ютуб скручивает, они типа самовозобновляются и накручиваются опять Если их опять списали, то они опять-таки самовозобновляются и накручиваются опять И вы сможете посмотреть, что там соотношение дизлайков Типа дизлайков и лайков, типа один к одному То есть, 50% там лайков и 50% дизлайков То есть, ну это просто пиздец, когда оценок на видосе суммарно около тысячи, блять А комментариев там, ну, около сотни, блять И причем большинство из них положительное То есть, такого в принципе не может быть Если бы люди, реальные люди наставили бы 400 дизлайков Там было бы, наверное, комментариев 200 плюс вот к этим вот 100 комментариям И все бы писали такие, типа Ебать, да за что Тофика, Тофик нормально, он никого не кидал Там я также рассказывал о том, как он кидал О том, как он просто подставлял всю свою семью дипсайзы Вот многое-многое другое было сказано про Тофика дипсайзы И люди, которые у него сейчас берут рекламу Они, видимо, просто не ознакомливаются с моим обзором Который набрал там уже что-то около 6 тысяч просмотров или что-то вроде того Можете посмотреть обзоры хуительные Прям лишний раз познакомитесь с Тофиком дипсайзом Это обзор, он один из самых лучших обзоров То есть, если бы вы меня спросили, какой из обзоров является одним из самых лучших Я бы ответил, вот, то есть, первой пятерки обзоров был бы вот этот вот сам по обзору Их всего, по-моему, обзоров 6 Но вот обзор на Тофика дипсайз, он явно входит в топ-5 обзоров То есть, если бы эти... Ну, я думаю, вы меня, ладно, поняли И вот, не так давно Тофик дипсайз скинул вот начинающего ютубера на 6 тысяч рублей За этого самого начинающего ютубера вступился его друг Хома Причем с достаточно адекватным видеороликом Я его посмотрел А человек все разложил максимально по полочкам Все сказал максимально нормально Все максимально нейтрально Все максимально как-то у него было без негатива Он просто вот сказал, мол, Тофик дипсайз Ну вот зачем так делать? Зачем просто брать деньги у начинающего ютубера И по итогу потом не выпускать рекламу Реакция же Тофика дипсайза на все это была соответствующая Мне вообще непонятно, почему Тофик дипсайз На вот какие-то вот эти вот видеоролики в свою сторону ответил Мне абсолютно непонятно Возможно, потому что, как бы, купили рекламный пост в журнале О, господи, в ужасающей помойке Не такой ужасный, как Лайфсамп Но так или иначе сам ютуб купили рекламу Ужасающий журнал, блять, Хома Там, или кто покупал вот этот вот рекламный пост Блять, не покупайте Там никогда это полная хуйня Лучше купили в каком-нибудь там Рукстар Бомбите Или еще где-то В общем-то и Тофик дипсайз на стриме смотрел вот этот вот его Не знаю, разоблачительный или там неразоблачительный ролик Просто в котором констатируется факт Это, наверное, неразоблачение Разоблачение это вытаскивание что-то, наверное, извне Вот того, чего многие люди не знали Когда ты реально такой ебать Разоблачил, господи, просто выебал Просто взъебал, блять И все такое Там же никакого разоблачения не было То есть такой ютубер, как Хома У которого там что-то около, ну, более 4 тысяч подписчиков То есть начинающий канал такой На сам ютубе, который делает достаточно неплохие ролики Я посмотрел, мне прям реально понравилось Все так, знаете ли, динамично Все столько, знаете ли, динамичная озвучка Хорошая озвучка Прям автор канала красава Первый раз, если честно, его увидел Если бы не Тофик дипсайз То я бы ничего подобного не увидел Однако, однако Что могу сказать Всем как бы давно уже понятно То есть есть вот ютуберы, на которых ты прям смотришь И ты понимаешь, что вот у них заказывать рекламу Как бы максимально рискованно Потому что, ну, может произойти всякое Потому что, вот, допустим, у Конь Брулёва У Марса Шакура У Тофика дипсайза И там есть еще несколько послужных списков В которых, типа, числятся разнообразные Мошенники Сампа У которых рекламу заказывать, ну, как-то боязно В число таких входит, опять же, Бразерсон Компани Хотя туда он входит по большей части Из-за Брулёва Из-за заслуг Брулёва Который очень, видимо, хорошо умеет Вкручивать в уши своим малолетним фанатам Из-за этого Бразерсон Компани стал мошенником Хотя, на самом деле, вроде как Он все рекламные обязательства Перед рекламодателями выполнил Если, мало ли, вы про это ничего не знали То сможете посмотреть Сампо-обзор сезона вторую Вот по подсказке справа сверху Если она тут всплыла А если не всплыла То сможете просто зайти на канал И вообще посмотреть Как там, что, где происходит То есть, сампо-обзор охуительный Опять же, то есть, мега-классный Мега-госовский, просовский Как говорит один из топ-геймеров Но, в общем-то, это, я думаю Уже не так уж и важно Реакция же Тофика Дипсайза На ролик про него Была просто вот какая-то, знаете ли Максимально уморительная То есть, наиболее чего-то смешного Я, блядь, в жизни не видел То есть, возможно, по уровню того Насколько смешон вот этот вот его ответ Он не уступает разве что Брулёва Во всем остальном Это просто, это, блядь, это гений Ответок на разоблачение Просто пиздец Тофик Дипсайз В будущем В будущем Когда тебя разъебут Как бы тебе будет достаточно хуёво жить И, в принципе, тебе будет вообще непонятно Что дальше делать Проконсультируйся со мной Я тебе дам дельные советы По тому, как нужно правильно ответить Что нужно сказать Где нужно извиниться А где нужно, наоборот, немного побыть Тофик Дипсайз Как бы консультация Один академический час Там пять тысяч рублей Как бы пиши, звони Я думаю, что у тебя этих денег много Потому что на рекламу Ты наёбываешь С максимальной эффективностью С максимальным КПД И ты прям Ну вот Реально Тофик Дипсайз Красава Вот так наёбывать на рекламу И потом так Знаете ли Так оправдываться Так оправдывать себя То есть он прям Не то чтобы оправдывал тебя Он тебя закапывал Вот каждым своим словом Самый яркий пример Это был типа Ебать Если ты вот так вот Хочешь помочь своему другу Что ты пилишь Вот такой вот видеоролик И так далее А ты вот не просто хочешь хайпануть А хочешь реально помочь другу Почему ты не написал мне в ЛС Просто вот пишешь мне в ЛС И мы всё решаем Примерно что-то вот такого Сказал Тофик Дипсайз Я конечно же Слово в слово вам не передам Но было примерно что-то вот Похожее вот на всё это И вы знаете Дело в том что ЛС у Тофика Дипсайза закрыто Но даже если бы оно было открыто Я думаю что до него вряд ли Возможно было бы вообще дописаться Потому что это в принципе невозможно Ему я уверен флутят Там я не знаю Там ну как минимум Сообщений 30 в день 50 Если бы у него было ЛС открыто А так это просто Ну это реально То есть пизе Просто вот каждым своим новым словом Он тебя просто вот так вот Закапывал в грязь Ещё что самое смешное Было в его знаете ли Таком оправдании Самого себя Это когда типа Он знаете ли Смотрел уже ролик не Хома А там смотрел ролик Там Ангела Касада Какими-то перебивками И так далее Он типа Смотрит в ролике Ангела Касада Вставку с ролика Серга Сорукина Где Серга Сорукин говорит о том Что типа Ну показывает Прям разоблачает Может даже так сказать Ричи и Тофика Дипсайза Где просто Тофик Дипсайз Попросил Ричи сыграть Какого-то Очень смешного Такого знаете ли Школьника Типа Вот Он на это всё смотрит Он такой думает Блядь Чё сказать Чё тут ответить И так далее Он говорит Слушайте чуваки А вы вот сами верите Вот вообще вот В то что это Рич Там или чё-то такое Это просто пиздец Блядь Это не то чтобы оправдаться Там или сказать что-то нормально Нет Он просто нёс хуйню Я просто Я не знаю И вот у нас просто Вот начинается видимо Такая эпидемия людей Которые кого-то Когда-то там кидают То есть Вчера СамПРП Сегодня Тофик Дипсайз Завтра блядь кто Андрес Украин Не знаю Тони Батори блядь Или что Это уже просто смешно Чуваки блядь Ну пожалуйста На Ютубе существует На СамПЮТубе существует Не так много Людей Которые рассказывают О каком-то вранье Которые рассказывают О какой-то О какой-то мрази Просто Которые кого-либо Обманывают И делают что-то подобное Это я и Ангел Касада Возможно Эмпайр там Ещё иногда записывает Какие-то подобные видеоролики Но Достаточно редко Просто два канала Нужно следить за двумя каналами И за двумя Так сказать Пабликами ВК Один Ангел Касада Другой Немой Просто чтобы Знать Кто мошенник А кто нет Что в этом сложного Я не понимаю Вот то есть Чувака обманули на 6000 Тофик Дипсайз Возвращать их Видимо не собирается В общем-то На этом всё Смотрите сам по обзору Чтобы не быть обманутым Смотрите остальные ролики Чтобы Также не быть обманутым Всем спасибо за просмотр Данного видеоролика Всем пока Смотрите продолжение в следующей серии